Любительский боулинг в качестве обычного хобби был актуален во Владивостоке всегда. Однако серьезных соревнований приморцы никогда толком и не видели. Все изменилось с резким развитием этого вида спорта на Дальнем Востоке. И вот сегодня приморская столица впервые за всю историю встречает у себя в гостях отборочный этап Кубка Мира. Состязания получились настолько крупными, что их пришлось разделять на 4 дня. Соревнования всероссийские, программа очень плотная, 4 дисциплины спортивных разыгрываются. Это личные соревнования, парные соревнования, командные соревнования 3 человека и командные соревнования 5 человек. Основная борьба идет за путевку на всероссийский финал, в котором можно будет отобраться непосредственно на сам Кубок Мира. Параллельно этому проходят и всероссийские соревнования и так называемый Кубок Шарпея с призовым фондом в 700 тысяч рублей. Неудивительно, что за таким лакомым куском сюда приехало более 40 спортсменов со всей страны. Основные соревнования проходят в центральной части России плюс Сибирь. И в последние годы активно начал развиваться Дальний Восток. Когда в этом году объявили календарь мероприятия, что буду соревнования проходить в таком замечательном городе, сразу же не задумываясь, купил билеты и прилетелся. Поэтому я сегодня здесь. В плане игры чем-то особенным такие значимые соревнования не отличаются. Задача все та же – сбить максимальное количество кеглей. Вот только отношение к броскам куда более пристальное. Тут у каждого и свой личный шар, и своя обувь, и своя техника. Сегодня российские боулеры заметны даже на мировой арене. Ежегодно у нас позапрошлом году Алексей Поршуков занял третье место на Кубке мира. В этом году у нас проходил чемпионат Европы среди ветеранов. У нас Владимир Поторочин из России занял второе место. Победители и призеры каждого турнира определятся уже 30 июля. Те же, кто станут лучшими в региональном отборе на Кубок мира, уже в октябре поедут защищать честь Дальнего Востока в Москве, где лучшие два спортсмена от всей страны получат билеты на международный финал в Мексике. Максим Яковлев, Дмитрий Сухоруков. Новости спорта на восьмом.